Привет, с вами Фёдор и канал Криптекса. Я собрал самую дешёвую майнинг-ферму, всего за 3,5 тысячи рублей. Смотрите видео, чтобы узнать как. Никакого волшебства. Я помог другу собрать новый игровой компьютер, и он оставил мне своё старое и практически бесполезное железо. Материнская плата на 775 сокете, которая поддерживает только Pentium 4, 1 гигабайт DDR1 оперативной памяти и 2 слота PCI-Express, которые мне очень пригодятся для видеокарт. Также мне бесплатно досталась Radeon X700, очень старая и слабая видеокарта. Сейчас она годится только для того, чтобы выводить картинку на монитор. Для этого я ей воспользуюсь. Блок питания PowerMan на 430 Вт. Немного, но для одной видеокарты хватит. И жёсткий диск Seagate на 120 гигабайт. Я его, к счастью или к сожалению, заменил на SSD-шник, когда ковырялся с этой сборкой, но с жёстким диском работать будет ничуть не хуже. Просто с SSD-шником было проще лично мне. Единственную майнинг-шую видеокарту я подключу через Riser, который также бесплатно выпросил у одного продавца на Авито. Ну а майнить будет уже знакомая нам P10690 на 6 гигабайт. Простенькая, недорогая, чисто майнинговая видеокарта. Всего за 3,5 тысячи рублей. Я не везунчик, не волшебник и тем более не мошенник. Добыть подобное железо абсолютно бесплатно, под силом абсолютно каждому. У вас по-любому есть друзья, у которых в гараже валяется старый ненужный компьютер. Может быть на работе есть старый ненужный компьютер. Или может быть вы разбираетесь в компьютерах и можете помочь кому-то собрать новый, взамен взять его старый. Во всяком случае подобное барахло можно добыть максимум за 500 рублей. И то это даже как-то очень дорого. Всё потому, что Pentium 4 в 2020 году это абсолютно бесполезная вещь. Вы только посмотрите на его загрузку под 100%, пока я пытаюсь установить драйвер на видеокарту. И несмотря на то, что у нас всего одно ядро и всего 1 гигабайт оперативной памяти, причём медленной DDR1, Windows 10 прекрасно работает. И не простая, а 64-битная. У P10690 нет видеовыходов, а у моей материнской платы нет встроенного видеоядра. Поэтому в основной PCI-Express 16 я втыкаю вот эту вот бесполезную Radeon X700, а в PCI-Express 1 через райзер подключаю P10690. Устанавливаю Cryptex, скручу ползунки в Afterburner и смотрим, что получилось. Так же, как и на более производительном и более современном железе, мы с вами получаем всё те же около 14 мегахэш в секунду на алгоритме Dagger Hashimoto 1 монете Ethereum. Ваттметр при этом показывает суммарное потребление всей системы как 200 Вт, что довольно много. 200 Вт в час это 4,8 кВт в сутки, и если электричество у вас стоит 4 рубля, то получается, что вы будете отдавать за электричество 19 с небольшим рублей, что всё-таки больше, чем вы зарабатываете с такого майнинга. Но всё-таки есть люди, которые платят за электричество фиксированную сумму, вне зависимости от того, сколько они его потребили. Есть те, кто вообще не платит за электричество, а есть те, кто живёт где-нибудь в Иркутске или в деревне, а ещё лучше в деревне под Иркутском. Там электричество очень дешёвое. Этим видео я не пытаюсь никого агитировать, чтобы собирать вот такие вот днищи-фермочки, но, тем не менее, если вы хотите начать майнить, вам не обязательно покупать новое суперсовременное и супердорогое оборудование. Иногда можно начать даже с бесплатного. Вообще с потреблением здесь у меня комплексная проблема. Во-первых, это старый, очень дешёвый и очень простой блок питания. Его КПД навряд ли даже 80%, скорее ещё ниже. Если поставить сюда нормальный современный блок питания, то вся система начнёт из розетки потреблять меньше. Также у нас здесь с вами появляется бесполезный посредник в лице простенькой видеокарты. Хоть сколько-то электричества, но она всё-таки потребляет. И решается это довольно просто. Достаточно настроить удалённый доступ к вашей ферме, вытащить видеокарту, через которую вы подключали монитор, и оставить только одну P10690. Потребление также уменьшится. Ну и также здесь довольно сильно виноват процессор. Дело в том, что у четвёртого Pentium всего одно ядрышко, и оно постоянно загружено на 70-100%. При такой нагрузке процессор потребляет очень много электроэнергии, что логично, потому что он загружен. И если бы здесь был какой-нибудь простенький Core 2 Duo, у которого уже два ядра, и причём более серьёзных, тогда они нагружались бы значительно меньше, и процессор потреблял бы аналогично меньше. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь палец вверх, пиши своё мнение в комментариях, а также тыкай в ссылочку в описании. По ней ты можешь скачать Cryptex. Потому что майнинг — это деньги, а деньги — это жизнь. Продолжение следует...